Медико-хирургический центр «Ангиомед». Эффективное и безоперационное лечение патологии суставов лазером. Лечение проводит кандидат медицинских наук Безменов Иван Михайлович. Проезд Нижний 8-1, телефон 96-8408. 2,2 млрд тенге выделили на покупку медицинского оборудования в Кустанайской области в текущем году передают КАСТАКС. Цель улучшения оказания кардиологической, кардиохирургической помощи населению планируется приобретение ангиографического рентгеновского оборудования на 340 млн тенге для областной больницы, сообщил руководитель управления здравоохранения Еркен Даутбаев. По его словам, для проведения скрининговых осмотров сосудов головы и шеи планируется купить две единицы ультразвуковой диагностической системы на 63 млн тенге и цифровой рентгеновской системы на 73 млн для Руднинской городской больницы. Но, несмотря на планируемые мероприятия, проблемы по оборудованию остаются. На сегодняшний день в Кустанайской области имеется 30 единиц рентгеновских аппаратов, из них со стопроцентным износом 15 единиц. Основная часть рентгенаппаратов закуплена до 2007 года, которые в настоящее время морально и физически изношены. В связи с этим остро стоит вопрос закупа рентгеновского оборудования, подчеркнул Даутбаев. 138 млн тенге выделено в Восточно-Казахстанской области на приобретение вакцин от клещевого энцефалита, сообщили в управлении здравоохранения. В Восточно-Казахстанской области начался сезон активности клещей. 138 млн выделено в области на приобретение вакцины от клещевого энцефалита. В больнице трех районов Восточно-Казахстанской области уже завезены вакцины от клещевого энцефалита. Это Уланский, Катон, Карагайский и Шимонаихинские районы, сообщили в Управлении здравоохранения. Специалисты уточнили, что категории людей, к которым вакцина вводится бесплатно, относятся лесники, сельхозники, то есть те, чья профессия связана с долгим пребыванием на природе. Также представители Управления здравоохранения области предупреждают о том, что после укуса клеща необходимо обратиться в больницу не позднее трех дней. По данным специалистов Департамента охраны общественного здоровья, нападение клещей чаще всего регистрируется в апреле-май месяце. В Украине началась Европейская неделя иммунизации, сообщает правительственный портал. Впервые за семь лет в Украине имеется достаточное количество вакцин, чтобы охватить иммунизацию все возрастные группы, которые в этом нуждаются, отметила заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина. Уровень иммунизации в Украине растет, охват плановыми прививками против кори в прошлом году увеличился более чем вдвое и превысил 90%. В то же время уровень вакцинации от таких опасных болезней, как дифтерия, коклюш и столбняк, остается критически низким, отмечается в сообщении. В предыдущие годы уровень вакцинации в Украине упал до неприемлемо низкого, как из-за отсутствия достаточного количества вакцин в течение последних семи лет, так и из-за распространения опасных мифов и антинаучных предположений. Специалисты современной медицины различных направлений единогласно рекомендуют употреблять в пищу как можно больше овощей. Однако стоматологи вынуждены не согласиться с общим мнением, основываясь на результатах недавних исследований, установивших негативное влияние некоторых овощных культур на зубы человека. Как отмечает издание Дни-24, в список включены баклажаны, кабачки, цукини, патиссоны, спаржа и болгарский перец. Ученые обнаружили, что присутствие в рационе высокого содержания овощей из группы риска повышает вероятность развития заболеваний зубов и десен, вызванных входящими в их состав кислотами. Медики рекомендуют разумно потреблять перечисленные культуры, также производить регулярную чистку зубов и ротовой полости после приема пищи с ними. Еще одним вредным продуктом с точки зрения стоматологии оказался йогурт. Как утверждают специалисты Университета Эдинбурга, употребление йогурта увеличивает вероятность возникновения кариеса, становясь в один ряд с конфетами, шоколадом и сладкой газировкой. Высокоточная ультразвуковая диагностика атеросклероза и варикоза. Избавьте себя от риска инсульта, инфаркта и тромбоза. Диагностику и лечение проводит кандидат медицинских наук Безменов Иван Михайлович. Проезд Нижний 8-1-96-84-08.